Трагедия в селе Орлово Мелитопольского района. Восьмилетний ребенок умер от ветрянки. Родители мальчика не обратились в больницу и занимались самолечением. Родители Максима и его двоих братьев умерли. Детей взяли под опеку их двоюродные бабушка с дедушкой. Как рассказал председатель Светлодолинского сельсовета, братья Максима уже переболели ветрянкой. Их так же, как и Максима, бабушка с дедушкой лечили без помощи врачей. Я обратилась, но по телефону. Они взяли двух деток с интерната, и они обои переболели ветряночкой. Она вылечила одного, вылечила второго, ну и заболел Максим. Видно, Максима не такая иммунозащитная система, что мальчик воспринял, ну, организм его не справился. Максима не стало 4 июня. Как показали результаты экспертизы, причиной смерти стали острая сердечная и легочная недостаточность и двусторонняя пневмония, обусловленная ветряной оспой. Его смерть стала горем до всего села, ведь местные жители хорошо знают эту семью, отзываются о них только положительно и не винят опекунов за самолечение. Он был болезненный, этот ребенок. Да, он постоянно был худенький, он так плохо кушал. Пошел первый класс, они его одели, обули, в школу отвезут, со школы заберут. И велосипед купили, но все равно под контролем, со школы в школу. Я не могу ничего плохого сказать про этих людей. Хорошая семья, добрая, всегда помогает нам, как бы отзывчивые люди. Ничего плохого сказать не могу. Ребенка хорошо знала, который умер. Что за ребенок? Как он сделал себя? Ребенок был отличником в школе. У него была очень хорошая учеба. Как бы всегда приходил к нам в гости. Как бы примерный мальчик, воспитанный. Ничего плохого не скажу. В этом году многие переболели в ветрянку. Ну и у нас переболели дети в ветрянку. Ну как у нас обычная ветрянка. Помазали зеленкой, да и все. Впрочем, врачи придерживаются иного мнения о подходе к лечению ветряной оспы. Главный детский инфекционист Запорожской области Елена Усычева рассказывает, ветрянка не такое безобидное заболевание, каким его принято считать. Особенно у детей из группы риска. До первого года жизни и у детей старше семилетнего возраста. Елена Усычева отмечает, вызов врача на дом при заболевании ветряной оспой обязателен. Тем более, если состояние больного ухудшается. Если вы заметили какое-то изменение в состоянии уже больного ребенка, ухудшение состояния, появление рвоты, повторное повышение температуры, появление кашля, выделение какой-то необычной мокроты, нарушение головной боль выраженную, то тут же нужно обратиться уже не к участковому врачу, позвонить на скорую помощь, вызвать к себе экстренную медицинскую помощь. Елена Усычева говорит, своевременное обращение к медикам помогает улучшить течение заболевания. Если бы обратились за медицинской помощью, назначили адекватное противовирусное лечение, данное заболевание имеет специфическую терапию, противовирусную терапию. И в таких вот случаях, вероятно, осложненного течения, мы, врачи, назначаем именно это лечение. И тогда данное заболевание не имеет осложнений и протекает как легкое или средне-тяжелое заболевание. По факту смерти ребенка в местной прокуратуре открыли уголовное производство. Понести ответственность может бабушка умершего, ведь именно она оформлена как опекун. Внесено данные до единого реестра досудовых расследований за ознаками криминального правопорушения, предбачено ст. 166 Криминального кодекса Украины, которая предбачает криминальную ответственность батьков, опекунев и опекувальников, которые неналежным чином действуют догляд за дитиною. Ненадлежащий уход или трагический случай – это, как и судьбу двух других приемных детей, решат правоохранительные органы.